К другим темам. Питьевая вода непригодная для питья. В Мезенском районе в ней по-прежнему превышено содержание ядовитых веществ. Превышенное содержание стронция обнаружили в колонках поселка Каменка еще в 2018 году. Однако допустимый уровень ядовитого вещества до сих пор превышен в два раза. За водой хожу, за лукин. Там более лучшая вода. Мне нравится. Дома? Дома вода хуже. Мне кажется, больше накипели, чем там. Природный стронций, который в итоге оказывается в кастрюлях жителей, сложно уловимый загрязнитель. Однако даже за такую воду люди должны платить. А именно 74 рубля за куб воды. Для сравнения, в Новодвинске питьевая вода обходится жителям в 48 рублей, а в Архангельске в 40 рублей. Это ненормально платить за не питьевую воду. Я считаю, что администрация обязана поставлять этот ресурс жизненно необходимый, жизненно важный до тех пор, пока не будет устранена проблема за свой счет. И обязательно привозить. Так же, как у нас происходит отключение холодной воды. Приезжает бочка и поставляются эти ресурсы абсолютно бесплатно населению, чтобы они могли и имели возможность попить воду качественную и хорошую. После обращения жителей депутат от партии ЛДПР Александр Федорков направил запрос в прокуратуру области и в Роспотребнадзор для проведения проверки. И сейчас местный отдел Роспотребнадзора начал административное расследование. В рамках административного расследования был проведен отбор проб воды и исследование этой воды по микробиологическим и санитарно-химическим показателям. Проведенные исследования показали, что в эпидемиологическом отношении вода безопасна. По санитарно-химическим показателям из двух водоразборных колонок вода не соответствовала по показателю стронции. Выпаривание и утилизация природного стронция – процесс трудоемкий, который требует технологического решения. Им займутся по проекту «Чистая вода». Сметная документация уже в процессе подготовки. Аким Самедов, Ольга Красулина, Светлана Михеевская, Дмитрий Федотов, Редион 29.